Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 112. Начитываем Новый Завет по нашему изданному нами. Второе издание Трехтомника с полным толкованием откровения. Толкование полное. По Блаженному Афифилакту и с комментариями. Откровение по всем Святым Отцам. Я просто показываю, кто не знает, наше издание. Каждый том, 752 страницы. Здесь 230 раскрашенных нами гравюр Густаво Дорре. И кроме того, здесь выделены места, которые о пропаде он говорит, крупно. И на них даю комментарии. Не знаю, где здесь показать. В третьем томе тут меньше. Вот здесь видно. Отчеркнутые и комментарии. Другим шрифтом, двумя черточками. То есть, никакого толкования моего лично там нет. Комментарии только даются на это. Как расширить проповедь и любовь к Библии. Все, однако. Считает Колесников Никита. Евреям 6.2 Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. Толкование блаженного феофилакта. То есть, вновь не делая с самого начала того, что вы делали в то время, когда вы намеревались креститься. Как, например, обращение от мертвых дел. То есть, отречение от дел сатаны. Кто приходит ко Христу, очевидно, приходит таким образом. Именно раскаиваясь в прежнем. Как в учении, так и в жизни. Понимаете, какие слова? Обращение от мертвых дел. Слово мертвые, дела понятны. И сразу толкование сатаны. Везде сатана. Не просто ты заблудился или неправильно понял. Сатана. Он желает, чтобы ложь была. Ложь на первом месте у него стоит. Ложь. Ко лжецам будет тянуть. Более приятно будет. Искать будешь в интернете лжецов. Не хочешь поверить, но опомнишься, когда будет поздно. Вот в мертвые дела и написано, от дел сатаны. Это 900 лет назад все понималось. Так, дальше. Ведь если не отвернуть прежнего, то как можно достигнуть второго? Поэтому присоединяет. Тогда и вера именно после покаяния в мертвых делах. Таким образом, говорит, не должно вам поучаться относительно веры, как начинающим, ибо вы уже уверовали. Но этим намекают, что они и колебались, и потому нуждались в основании. Павел сказал об этом во множественном числе не потому, что существует много крещений, ибо крещение едино, Ефесянам 4.5. Но потому, что это как бы выходило из следующего. Раз он снова оглашал, то снова и крестил бы. И в случае отступления снова крестил бы. По необходимости было бы много новых крещений, но это нелепо. Посему вы не должны повторять крещение, но пребывать при первом крещении. Быть может, они как крепко придерживавшиеся закона и под благодатью признавали по-иудейски много крещений. Заметь, что за покаянием следует крещение, так как покаяние само по себе не может явить нас чистыми. Поэтому мы крестимся, чтобы все было делом благодати Христа. О возложении рук. Через это они получали Святого Духа, чтобы пророчествовать и творить чудеса. Когда сказано, Павел возложил на них руки, они получили Духа Святого. Деяние 19.6. «О воскресении мертвых. Это происходит при крещении под образом погружения в воду и восстания из нее. И утверждается в исповедании веры. Ибо мы исповедуем, что веруем в воскресение мертвых. И о суде вечном, то есть суде, дающем или вечное благо, или наказание. Кажется, говорит это потому, что они, вероятно, колебались, хотя уже уверовали. Или жили худо и беспечно, говоря при этом бодрствуйте. «Невозможно говорить, что если мы жили нерадиво или отпали от веры, то снова окрестимся. Снова получим возможность омыться от грехов и удостоиться того же самого, чего удостоились и прежде. Прельщайтесь, говорит он, рассуждая таким образом». Евреям 6.3. «И это делаем, если Бог позволит». Сделаем толкование. «Чтобы идти к совершенству, если Бог желает». Сказал же, это не так, как бы Бог не повелевал этого. Но как обыкновенно говорил, что если Богу угодно, то это именно я и хочу сделать. А вместе с тем, получает нас здесь тому, чтобы мы все ставили в зависимость от воли его. И чтобы даже при бесспорно добрых делах мы не доверяли собственному суждению и своим силам. В этом же ясно убеждает и апостол Иуда. Евреям 4.4.6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дары небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». «Вот это наизусть надо заучить. Это страшные слова. Невозможно. А я буду ходить, я буду молиться. Невозможно. Невозможно. Что? И покаяние невозможно. Потому что отпали, обновлять покаянием написано. Невозможно обновлять покаяние. Да как же, да Бог же любящий, да Он вораву простил там. Невозможно. Ты повторяй это, и будешь тогда держаться за то, что имеешь». Толкование. «Не сказал не полезно или неприлично, но невозможно. Так что привел их в отчаяние относительно надежды на второе крещение и вкусивших дара небесного, то есть отпущение грехов. Ибо этого никто не в состоянии дать, кроме одного Бога. После оставления грехов следует причастие Святого Духа, ибо Он не обитает в теле, обремененном грехами». «Не обитает. Духа Святого нет, человек во грехе живет. Он думает, что-то вроде маленько наворачивает, а все пустое». «Сообщался же Дух Святой через возложение рук, как и выше сказано. И сказал прямо, что это такое. Но, конечно, дает нам понять, что говорит это обо всяком духовном учении. «И сил будущего века. Так Он называет или силой творить чудеса, или жить подобно ангелам, в том смысле, чтобы не нуждаться ни в здешнем, но взирать на будущее. И уже здесь получить невещественный и духовный залог будущей жизни. «И отпадших опять обновлять покаянием». То есть, через покаяние. Что это? Неужели отвергается покаяние? Да не будет. «Но обновление через вторичное крещение. Ибо обновление есть. Действие одного крещения. Как и Пророк говорит, обновляется подобно орлу юность твоя». «Действие же покаяния состоит в том, что оно освобождает от ветхости и делает сильными. Но в прежнюю светлость возвести не может. Ибо в крещении все было делом благодати. Посему покаянием, говорит, именно крещением. Ибо сначала всякий раскаивается в прежней жизни, потом крестится. Как и сам Он выше сказал. «Обращение от мертвых дел». И из последующего ясно, что Он отрицает вторичное крещение. Крещение есть крест. Ветхий наш человек распят с Ним, и мы соединены с Ним подобием смерти Его. Еще мы погреблись с Ним крещением. Ибо как Христос умер на кресте плотью, так мы в крещении умираем для греха. Поэтому, кто вторично крестится, тот распинает вторичных Христа. Насколько это в Его власти. Но это нелепо. Ибо Он однажды умер и воскрес, и смерть уже не имеет над Ним власти. Римлянам 6, 4, 9. Итак, нет вторичного крещения, так как нет и вторичного креста. Везде, где говорится крещение, в оригинале везде стоит без перевода. Погружение. Погружения нет, никакого крещения не было. Погружения не было, не было. Толковать не о чем. Что же препятствует, чтобы было и третье, и четвертое, и так до бесконечности? Не просто сказал, снова распинает и остановился. Но еще прибавил в себе, чтобы показать, что мы, проводя беспечно свою жизнь в предположении, будто существует другое крещение, совершаем все так, как бы сами поддерживали в себе дурное мнение. И ругаются Ему. То есть торжествуют, позорят. Понимать это можно двояко. Или так, что те, которые распяли Господа, измыслили тогда для позора Его такой род смерти, очевидно проклятый и позорный, и определенный для злодеев. Или так, что Христос, будучи однажды распят, в последующее время исповедуется бессмертным. Поэтому тот, кто распинает Его во второй раз, делает это исповедание ложным, что приносит бесчестие Христу, однажды только вкусившему смерть, а потом уже бессмертному. Таким образом, двумя способами подтверждается невозможность этого дела. Во-первых, тем, что кто был удостоен таких благ и все растратил, тот уже не достоин снова наслаждаться теми же самыми благами. Во-вторых, и еще более, тем, что невозможно, чтобы Сын Божий снова был распят. Евреем 6.7 «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых его сделывается, получает благословение от Бога». Толкование. «Землей Он называет душу, а дождем – учение». Как и в другом месте. «Повелю облакам, говорит Бог, не проливать дождя на виноградник». Исайя 5.6 «И еще, поток Божий полон воды». Псалом 64.10 «То есть тот, кто получил от Бога дар к научению других, исполнился вышних вод». Здесь Он дает понять, что те и принимали, и пили Слово, и часто удостаивались Его, и тем не менее не получили от того пользы, что и выше сказал. «Судя по времени, вам надлежало быть учителями». Комментарий Игнатия Лапкина. «Какой мелодии звучат эти слова из уст блаженного Феофилакта? Что слушатели пили Слово. Приходящие в православные храмы могут пить десятилетиями все, что они видят, чему научаются друг от друга, но сказать эти слова они никогда не смогут, что они в храме пили Слово». Евреям 6.8 «А производящие тернии волчьсы негодно и близка к проклятию, которого конец сожжения, толкование, то есть жизнь, исполненную добродетели. Ибо нет ничего столь полезного, то есть приличного и вожделенного, как чистота жизни. Злак, говорит, то есть добродетельную жизнь, порождает земля для тех, для которых возделывается. И для тех это полезно, ибо сами те, приносящие добродетель, будут наслаждаться ею. Некоторые поняли тем, в смысле учителям, ибо действительно ими воспитывается доброе поведение, так что они являются участниками добродетели своих учеников. Получают благословение от Бога. Здесь молчаливо укоряют эллинов, которые приписывают произращение плодов силе земли. И даже не руки земледельца производят плоды, но все, говорит, есть дело Божие. Сам Он благословляет и дает изобилие плодов. Не сказал произращающая Я, как именно выше, сказал Азлаки, но производящая, как бы сказал, извергающая и выбрасывающая некоторые излишек. Терни, ижды, и волчцы, это житейские заботы, обольщение богатством и вообще всякий грех. Как и Давид говорит, я сделал себя страдальцем, когда вонзился в меня терн. Псалом 31.4 Терн не просто входит, но вонзается. И если мы не выдернули весь, но немного осталось его, то он причиняет большую боль и требует лечения и забот. Но еще есть и волчец. Где его касаешься, там и ранит, и повсюду он неприятен. На земле приносит бесчестие, а в будущем веки и особенно. Сказал, что добрая земля благословляется Богом, а бесплодное не сказал просто проклято, но близка к проклятию, чтобы не отчаивались. Ибо кто близок к проклятию, может быть и далек от него. И это, чтобы мы не отчаивались, ибо не сказал, земля будет сожжена, но которого конец сожжения, то есть если она до конца останется бесплодной. Таким образом, можно избегнуть бесплодия и сжечь тернии, и сделаться благопотребным, и удостоиться благословения. Евреям 6.9 Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь в спасении. Хотя и говорим так. Толкование. Достаточно укорив и устрашив, снова утешает, чтобы не сделать их совершенно беспечными. Ибо кто сильно наказывает ленивого, тот делает его еще более ленивым. Поэтому говорит, говорю это не потому, что осудил вас, и не потому, что считаю вас исполненными терней, но потому, что боюсь, как бы не случилось этого с вами. И не сказал, ожидаем от вас, но надеемся, то есть находимся в твердой уверенности относительно вас, что вы не так живете, но лучше, и что заботитесь о собственном спасении. Хотя мы выразились, как так сильно. И так, он говорит, это или об их жизни, именно, что вы настолько тернисты, или о воздаянии, что вы не близки к проклятию и не к сожжению, но для вас назначается иное воздаяние. Евреям 6, 10. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труду любви, которые вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Толкование. Смотри, как Он ободрил и укрепил их в надежде на лучшее, напомнив им о прежних их делах и правде Божией. Ибо если Бог правосуден, Он не забудет дело вашего, то есть милосердие, братолюбие, но воздаст вам. Потому не отчаивайтесь, но вполне надеетесь на лучшее, так как Бог совершенно справедлив. Итак, не о вас сказал я, что сказал жестоко, ибо знают, что вы недостойны проклятия. Важно дает о них свидетельство, указывая не на дела только, но и на дела с усердием, ибо служить есть знак усердия. Говорит о любви и милосердии, которые они показали не к братьям своим, но во имя Божие. Смотри, какое величайшее утешение в том, что мы делаем не для людей, но для Бога. Как и Христос говорит в Евангелии, «Сделали мне», Матфея 25,40, «Ибо кто ради имени Божьей печется о неправедном, тот делает это для Бога. Святым, то есть верным, ибо всякий верующий свят, хотя бы он был и мирянином, ибо неверующий муж освящается женою верующей, и жена неверующая освящается мужем верующим». 1 Коринфянам 7,14, «Таким образом, вера здесь производит освящение. Посему будем внимательны не к одним только отшельникам, как к святым, но и к мирянам. Те, конечно, святы как по вере, так и по жизни, но и миряне святы по вере, а многие и по жизни. Смотри, как он успокаивает их, ибо сказавший, послужив, не остановился, но прибавил, и служа, то есть и теперь вы делаете то же самое». Евреям 6,11 «Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца». Толкование «Как бы на чей-нибудь вопрос, ради чего сказал это ты, Павел, если не желал наказывать нас?» Говорит, что сказал это, желая, чтобы и на будущее время вы поступали хорошо, не осуждая вас за прошлое, опасаясь за будущее. И не сказал «хочу», что именно показывала бы учительскую власть, но «желаю», что свойственно отеческой любви. Ибо не на словах «желаю этого», но душа моя скарает о вас. Таким образом, понимая выражение «желаю», и не просто о вас, но о каждом в отдельности, так он заботился о всех, и о малых, и великих, и всех знал, чтобы оказали совершенную уверенность надежде, то есть, чтобы обнаружили полную и совершенную надежду, и не были смущены. Смотри, как не поражает прямо, и не говорит «вы отчаялись и доселе не пришли в себя», но как бы так, говорит «хочу, чтобы ты всегда был тщателен, и чтобы каким ты был теперь и на будущее время». Евреям 6, 12 «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование и это к их утешению, ибо относит это к будущему времени. И хотя выше сказал, потому что вы сделались неспособны слушать» Евреям 5, 11 «Ибо доселе указывал на неспособность слушать, теперь же говорит «заблаговременно пекусь о том, чтобы эта неспособность не коснулась вашей души». Ибо как бездействие и недвижимость вредит телу, так и неупражнение в добрых делах делает душу слишком беспечной. Выше напомнил им, в чем они прежде были добродетельными, представляя им пример в собственных их делах. Теперь же возводят их к патриарху Аврааму, чтобы не думали, что они, как не достойны никакого слова, забыты и оставлены Богом. Указывает, что проводить жизнь среди искушений есть удел особенно славных мужей, и что Бог так поступал с великими мужами. Ведь если бы он тотчас ожидал то, что обетовал, то не могла бы обнаружиться вера их. теперь теперь медлится исполнением, чтобы через терпение открылась их вера. Ибо тогда становится очевидной вера обещавшему, когда кто, не получая обещанного в продолжении долгого времени, верит, тем не менее, что получит и не отчаивается. Посему для того выражаю вам эти укоризны, чтобы восстановить вас и чтобы вы подражали тем, которые верою и долготерпением наследовали обетование. А кто эти мужи, он объясняет далее. Но смотри, как на первом месте поместил веру, потом долготерпение, потому что долготерпение происходит от веры. Ибо кто не верит, что обетовавший несомненно даст, тот и не долготерпит. Евреям 6.13 Бог, давая обетование в раму, как не мог никим высшим клясться, клялся самим собою, говоря, истинно благословляя, благословлю тебя и размножая, размножу тебя. Толкование. Так как много было таких, которые наследовали верой обетование, то он пока теперь отпустил всех прочих, оставляя их для последующего и напоминает только об аврааме, как по важности лица его, так и особенно потому, что он и удостоился и получил обетование. И этим он также показывает, что не должно предаваться малодушию, но уповать на Бога, который обычно нескоро исполняет обещания, но спустя долгое время, когда же Бог клялся собою, или в самых словах, в которых говорит «я клялся собой», а может быть кто-нибудь скажет, что в слове «истина» содержится клятва Бога собой, ибо «истина» значит поистине, это есть не что иное, как утверждение истины, но истиной может быть кто иной, как не Бог. Так и Господь в Евангелии, говоря «истина», «истина» говорю вам, например, Иоанна 11, 26 и другие, клянется той же самой клятвой, клянется самим собой, как и Отец, так как не имеет клясться высшим. Однако некоторые думали, что и сам сын тогда беседовал с Авраамом, ибо Писание говорит «сказал же ангел Аврааму», бытие глава 18, «но никаким образом, говорят, отец не мог быть ангелом, но сын великого совета ангела». Ангел. Сын великого совета ангел. Евреям 6, 15. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное толкование. Каким образом, в конце послания говорит, что не только издали видели исполнение обетования и радовались в Евреям 11, 13, а теперь говорит, что Авраам получил обещанное. Не об одном и том же говорит здесь и там, но здесь говорит об обетованиях земных, которые Авраам получил спустя долгое время, а там о небесных, которых он еще не получил. Однако и то, и другое, и то, что он получил, и то, что он еще не получил, служит утешением для малодушных. Одно, потому, что и мы получим, если обнаружим долготерпение. Другое, потому, что если еще не получил тот, кто достиг совершенства за столько лет раньше, то слишком неразумны мы, негодующие на то, что еще не получаем. Смотри, как он сказал, долготерпев, получил обещанное, чтобы показать великую силу долготерпения. И что не одно только обетование совершило все, но и долготерпение. Здесь же внушают им и страх, давая понять от противного, что молодушие препятствует исполнению обетования. И это случилось в пустыне с древним народом, который молодушествовал и совершенно не получил обетования. Итак, кто-либо скажет, почему же святые, долготерпев, не получили, как говорится в конце послания? Они во всяком случае получат, а роптавшие из народа и не получили, и не получат. Евреям 6,16 Люди клянутся высшим, и клятва в удостоверение оканчивает всякий спор их толкования. То есть клятвой разрешается недоумение во всяком прикословии. Ибо много говорят и возражают в споре с той и с другой стороны, но клятва, являясь последней и подтверждая, разрешает все сомнительное. Евреям 6,17 Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетование непреложность своей воли, употребил посредство клятву толкования. То есть потому именно, что клятва придает людям полную уверенность, и Бог клянется. Или посему вместо в том, что клялся, говорит Бог самим собой. Он с избытком доказал нам, что всячески и непреложно исполнить то, что обещал. Ибо хотя Богу должно было верить и без клятвы, однако Он не сходит ради нас и смотрит не на свое собственное достоинство. Но чтобы убедить нас, попускает говорить о себе недостойное. Ибо мы верны, благословенные в семени Его, которые есть Христос, являемся наследниками обетования. Смотри, как и тогда говорит, что Сын посредник между Богом и людьми. Ибо собой, как словом, клялся Бог и Отец. Евреям 6-18 «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». Когда первый раз беседовали с Геннадием Фастом, я ему сказал, в двух непреложных вещах, о чем говорится. И он сразу встал. Это послужило к его обращению в православие. Вот какое редкое место, и как Господь трогает его сверху. Он все это написал потом. Толкование. Какой и какой? Как тем, что просто сказал и обещал, так и тем, что к обетованию присоединил клятву. Так как у людей считается более достоверным то, что с клятвой подтверждено, поэтому и Бог присоединил ее, в которых вместо из них, из этих двух вещей обетование является наиболее достоверным, и невозможно Богу солгать. Посему, как поклялся он ради нас, хотя ему и не достойно клясться. Так понимает то, что еврей 5.8, хотя он и сын однако страданиями навык послушания. Ибо и люди более считают достоверным то, что познано на опыте. То есть великое утешение и ободрение. Это сказано не столько по отношению к Аврааму, сколько по отношению к нам, прибегшим к нему, то есть возложившим на него надежду. В чем же мы имеем ободрение? В том, чтобы держаться за предлежащую надежду, то есть чтобы мы на основании того, что дано было Аврааму, были убеждены и относительно обетований, касающихся нас, и не сомневались бы относительно грядущих и небесных благ, на которые надеемся. Напротив, чтобы мы твердо и безопасно держались этой надежды и не утратили ее, ибо обетование Аврааму есть обетование и нам, и преимущество именно нам, уверовавшим во Христа, как сказано выше. Евреям 6, 19, которая для души есть как бы якорь безопасный, крепкий и входит во внутреннейшее зазавесу толкование. Эту надежду мы имеем как якорь, ибо как тот якорь во время бури дает устойчивость корабля, так и надежда делает твердыми и терпеливыми людей, колеблющихся под влиянием искушений. Не просто сказал якорь, но безопасный и крепкий, ибо бывает якорь, который не сохраняет устойчивости корабля, или когда он испорчен, или когда очень легок. Совершенно справедливо он вспомнил не об основании, а о якоре, потому что основание прилагается к людям весьма твердым и любомудрым, а якорь к подвергающимся буре, какими были те, будучи обуреваемы искушениями. Выше сказал, надейтесь, ибо сбудется то, на что надеемся. Теперь, уверяя более совершенно, говорит, что мы уже и имеем это в надежде, ибо она, вошедшая внутрь неба, сделала то, что мы уже при обетованных благах, хотя еще находимся на земле, хотя еще не получили их. Такую силу надежды имеет, что земных делает небесными. Но как в Ветхом Завете завеса отделяла святой святых от остальной скиней, так и небо для нас завеса отделяющая земное от божественней шаго и пренебесного. Евреям 6.20 Куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником, на век по чину Мелхиседека толкования, сказавши, что надежда наша восходит на небо, подтверждает сказанное, удостоверяя это делами, ибо и Он, Христос, вошел, и не просто вошел, но вошел предотечию, то есть как бы убеждая нас, что и мы должны войти, ибо предтеча идет впереди кого-нибудь, следующих за Ним, а расстояние между предтечей и следующими за Ними, совсем невелико, как и между Иоанном и Христом. Поэтому не смущайтесь, скоро и мы войдем туда, где наш предтеча, но не удовольствовался, сказав, предтеча, но прибавил и за нас для большей убедительности, как бы так говоря, сам Он не нуждался в том, чтобы войти туда, ибо зачем Ему это, когда Он Бог, но как ради нас Он воспринял плоть, так ради нас же Он вошел внутрь неба, чтобы нам открыть путь, посему необходимо войдем и мы сами, или выражение за нас обозначает, чтобы ходатайствовать за нас предотцом, как и первосвященник входил во святое святых однажды в год, молять за народ, и это величайшее утешение, если наш первосвященник на небе, то Он и много лучше иудейских первосвященников, именно по способу избрания, ибо Он не по чину тех, но по чину мелхиседека, и по месту, и по скинии, ибо Он горе и на небе, по завету, ибо более великих и более совершенных благах, и по постоянству, ибо вечный, а не временный, и наконец по личности, ибо Он Сын Божий, поэтому не падайте духом, но все это сказано о Христе по плоти, ибо по плоти Он и стал первосвященником, евреям всем один, ибо мелхиседек, царь Салима, священник Бога Всевышнего, тот, который встретил Авраама и благословил его, возвращающегося после поражения царей, толкование, цель апостола показать различия между Ветхим и Новыми Заветами, и на это Он указал уже в самом начале, сказав, что древним Бог говорил через рабов своих, пророков, а нам, людям Нового Завета, в сцене, евреям 1.1.2. Но так как слушатели были немощны, ибо обнаружили молодушие преискушения, то он в середине послания подкрепил слабых, и, наконец, после того, как достаточно ободрил их, снова начинает речь о превосходстве Нового Завета пред Ветхим, и вникни в мудрость его, он показывает, что Мелхиседек, который был прообразом Христа, превосходил Авраама, ибо если бы не превосходил, то не благословил бы его, и не получил бы от него десятины, а так, как от Авраама произошли священники закона, то ясно, что Мелхиседек превосходит и их, как бы и их благословляя и получает от них десятину, в то время, когда благословил праотца их, и от него получил десятину, если же прообраз Христа, Мелхиседек, столь сильно отличается от священников закона, то насколько более истинный Мелхиседек Христос, таков общий смысл этого места, но, изложив краткое повествование о Мелхиседеке, Бытие 14, 18, 20, он затем переходит к рассмотрению его, изъясняя историю Мелхиседека с духовной и таинственной стороны, Евреям 7, 2, которым и десятину отделил Авраам от всего, во-первых, по знаменованию имени царь правды, а потом и царь Салима, то есть царь мира, толкование, здесь показывает, в каком смысле Мелхиседек есть прообраз Христа, и прежде всего, говорит, из самого имени узнай подлинный смысл, именно Мелхи значит царь, Седек, правда, кто же иной царь правды, как не Господь наш Иисус Христос, и из имени города он говорит, это ясно, ибо Салим по толкованию означает мир, но кто другой есть царь мира, как не Христос, примиривший небесное и земное, никому из людей не приличествует наименование царь правды и мира, как только одному Христу, Евреям 7, 3, без отца, без матери, без родословия, не имеющий ни начала дней, ни конца жизни, уподобляясь Сыну Божию, пребывает священником навсегда, толкование, есть и другое сходство, именно, как Мелхиседек без отца и без матери, не потому, впрочем, что и не имел отца или матери, как человек и он имел, но потому, что в Писании не указано его родословие и не упоминаются его родители. Так и Христос без отца по земному рождению, ибо по плоти он родился от одной Девы Марии, без матери же по вышнему рождению, ибо неизреченно и непостижимо рожден он от одного отца прежде всех веков, но сверх того и без родословия, ибо род его кто изъяснит? Исайя 53, 8, в сравнении Деяния 8, 33. Так как родивший Отец на небе непостижим, то непостижим и самый образ рождения. Нельзя также постигнуть разумом и родившую на земле мать собственно образ рождения, то есть как родила Дева без мук и тому подобное. Итак, Христос на самом деле без отца и без матери. Мелхиседек же без отца и без матери не на самом деле, ибо это невозможно, но в том смысле, что в Писании не упоминаются родители его. По стему выражение без родословия служит как бы пояснением другого выражения без отца и без матери. Апостол как бы так говорит, я сказал Мелхиседеке, что он без отца и матери, потому что в Писании нет его родословия и не упоминается его роде. И это разумеет в том же смысле, как и прежде сказанное. Как человек Мелхиседек имел, конечно, и начало дней, и конец жизни, но так как мы не знаем ни того, когда он родился, ни того, когда он умер, то по нашему разумению он как бы не имеет ни начала, ни конца. Однако Христос на самом деле как Бог не имеет ни начала, ибо безначален по отношению к началу времени, хотя имеет отца началом как причину, ни конца, а бессмертен, одним словом вечен. Посему, где Ариане? Пусть услышат, что сын не имеет начала. В таком смысле разрешает нам этот вопрос Павел. И если что затрудняет нас, так это то, каким образом Христос священник вовек по чину Мелхиседека, когда Мелхиседек умер и не был священником вовек. Решим и это затруднение, говоря так, что Христос как вечный бессмертный есть действительно священник вовек, ибо и ныне мы веруем, он всякий раз приносит себя самого за нас через священнослужителей своих. И особенно как Хадатай за нас перед Отцом, в это время он совершает за нас высочайшее и таинственнейшее священодействие, предлагая нам себя самого в хлебе и питье чудным и превосходящим всякое разумение образом. А в Мелхиседеке сказано, что он имеет вечное священство не потому, что он вечен, ибо он умер, но потому, что Писание не указывается конец его, откуда бы мы могли знать, когда прекратилось его священство. Итак, по отношению к именам у первого только название. Мелхиседек, то есть царь правды и царь Салима, царь мира, а у Христа самое дело, так и выражение, не имеющее ни начала дней, ни конца жизни, относится к первому Мелхиседеку только потому, что это не записано, ибо он был прообразом, а ко Христу относится на самом деле. Если бы сходство было во всем, то не было бы прообраза и истины, ну или в обоих случаях прообраз, или в обоих случаях истина, разве не видим мы этого также на картинах? И там простое очертание имеет то же сходство сравнительно с законченной картиной, так как линиями неясно отображаются характерные черты, имеет и не сходство, так как картина через краски получила более отчетливый и более ясный вид. Продолжение следует...